До знакомства с Ивлеевой за LGM успела закрепиться слава бунтаря, человека, который плюет на общественное мнение и который не склонен к проявлению нежных чувств. В своих треках рэпер называл фанатов биомусором, а женщин – звездочка чеками. Но с появлением в его жизни Настюшки опасности все изменилось. Алексей, кажется, впервые по-настоящему влюбился. Теперь в своих песнях он признается в любви жене, да и сам стал более домашним и милым. До встречи с Ким Кардашьян Канье Уэст, как и многие рэперы, часто менял девушек, шокировал фанатов апатажными выходками и, судя по текстам его треков, верил, что миром правят деньги и успех. В том, что на самом деле нет ничего важнее семьи, музыкант убедился, когда встретился с Ким Кардашьян. Знаменитости поженились в 2014 году. За годы брака на свет появились четверо общих детей пары. Теперь Канье – примерный семьянин, который никому не даст в обиду своих близких. Камеди-клаб сделал из простого пензенского учителя русского языка и литературы Павла Воли гламурного подонка. Именно так он представлялся на своих выступлениях. Комик с особым цинизмом высмеивал недостатки гостей шоу и производил впечатление высокомерного и задиристого парня. В 2012 году Павел женился на гимнастке Лейсану Тишевой. Семейная жизнь изменила волю и его сценический образ, шутки стали менее дерзкими, да и сам артист, преисполнившись любовью к супруге, будто бы подобрел. Сейчас у пары двое детей, и это тоже накладывает определенную ответственность на поведение их родителей. Эштон Кучер не просто играл бабника в кино, но и в обычной жизни менял девушек, как перчатки. Из-за неверности актера в свое время распался его брак с Деми Мур. Знаменитая красотка тяжело переживала разрыв и даже обратилась за помощью к психологам. Многие пытались утешить актрису, утверждая, что ее экс-бойфренд вряд ли когда-то изменится. Но со временем Эштон остепенился. В 2015 году он женился на коллеге Миле Кунис. Супруги воспитывают двоих общих детей. Для них Кучер – идеальный отец. Да и жену актер боготворит, они все свободное время проводят вместе и часто признаются друг другу в любви в интервью и соцсетях. Джастин Бибер на протяжении многих лет поддерживал образ бунтаря и плохого парня, который разрывает шаблоны и не сдерживает своих эмоций. Помимо прочего, у певца были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками, которые со временем привели к глубокой депрессии. О том, что Джастин может быть невероятно трогательным, его поклонники узнали только после того, как в жизни музыканта появилась Хейли Болдуин. В одном из интервью Бибер признался, что изначально он не был готов к серьезным отношениям, но когда понял, что это причиняет боль его избранница, посчитал, что просто не может разбить ей сердце. Сейчас звезды женаты, и кажется, теперь это одна из самых милых парочек Голливуда. Многие впервые узнали об Александре Тарасове, Текила, после того, как он стал появляться в дневнике Хача вместе с Амираном Сардаровым. Парни клеяли девчонок, ходили по клубам и по меркам даже самых искушенных зрителей в большинстве случаев вели себя аморально. Со временем Текила перестал появляться в шоу, а позже стало известно, что рэпер готовится к свадьбе. Избранницей артиста стала телеведущая Мария Белова. Знаменитости официально оформили отношения в 2019 году. С тех пор, кажется, Александр окончательно завязал с типично мужскими развлечениями. Сейчас он много времени проводит с женой и регулярно признается ей в любви в своем инстаграме. Фото инстаграм.